Наверное, сложно поверить, но это не постановочные кадры, а реальная жизнь некоторых людей. Те, кто однажды попробовал алкоголь, но не смог остановиться. И вот уже имея зависимость от алкоголя, трудно признаться в этом даже самому себе. Человек продолжает пьянство, считая, что у него все под контролем. Но вот попасть на алкогольный крючок просто. И хотя многие утверждают, что не подвержены риску алкоголизма, стать жертвой этой страшной и опасной зависимости могут все. Проблема злоупотребления веществами, в том числе и алкоголем, всегда была актуальной. Не только у нас, а и в всем мире. И остается такой же актуальной. Колебания, обращаемости происходят постоянно. То есть где-то идут всплески, где-то идут, наоборот, как бы, скажем так, просадки. Вопрос даже не только от года в год, но и внутри года есть сезонность, скажем так, обращений и попаданий. То есть летом классически это меньше происходит, и весной, и осенью классически больше. Если говорить по сравнению с прошлым годом, то незначительно выросло количество людей, поставленных на учет. Но о какой-то большом всплеске абсолютно не приходится говорить. Я бы сказал, что идет достаточно ровно стандартно. То есть где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Поводы первого приобщения к алкоголю очень разнообразны. Но прослеживаются их характерные изменения в зависимости от возраста. Обычно это бывает невинная рюмочка для подростков в честь дня рождения или другого торжества. Дальше – больше. Недаром в народе говорят, реки начинаются с ручейка, пьянство с рюмочки. Среди тех, кто попал в алкогольную ловушку, через такой способ и наш респондент. Ему чуть больше сорока. Я никогда не мечтал стать алкогольником, конечно, с самого детства. И когда молодежи начинали выпивать, это оказалось все очень весело, задорно и будет без последствий проходить. Но год за годом употребления просто алкоголь стал доминирующим вообще в моей жизни. Он стал главнее семьи, главнее работы, главнее учебы. И поэтому я не успел, не успел, алкоголь пришел, я не успел ни закончить университет, ни создать семью, ни получить какую-то специальность. И работа, ну, часто менял места работы, потому что не мог задержаться. Как только я получал зарплату, я уходил из опоя и не мог контролировать употребление свое. И поэтому были проблемы и с работой, и с законом, и постоянные приводы в милицию еще с самого детства. Но и как бы начались проблемы и в семье, и с родителями. Были конфликты постоянные. Конфликты с законом, с направлениями в лечебно-трудовые профилактории. И неоднократно. И все равно как-то я не мог с собой совладать, потому что алкоголь был сильнее моих желаний. И просто так само, это для меня была очень большая проблема. На пресс-конференции подчеркивалось, что воспринимая алкоголь как панацею, средства для поднятия настроения, снятия стресса, напряжения или вовсе ухода от реальности, человек попадает в алкогольную ловушку, как мышь в капкан в погоне за бесплатным сыром. Если так посмотреть, то, конечно, абсолютное большинство обращений это все-таки мужчины. То есть 80-90% примерно будет, если особенно браться самостоятельное обращение. Потому что мужчины все-таки у нас традиционно в этом деле замешаны сильнее. Алкоголизм прогрессирующая болезнь, поэтому с каждым годом я думал, что я еще не такой, что еще все впереди, что я смогу все изменить, но я падал все ниже и ниже. И я повстречался с анонимными алкоголиками, и как-то они мне показали, что можно жить, оказывается, для меня, что можно жить без употребления алкоголя. Я вот уже пятый год не употребляю, и как-то мне это дается легко, меня перестала напрягать моя трезвость. Раньше я просто не мог даже три дня побыть трезвым. У меня постоянно было желание хоть что-то употребить, поэтому я пил все, что можно. Ну, не было никаких ограничений по этому поводу. Отказаться от пристрастия к алкоголю помогает в рамках комплекса дополнительных мероприятий, которые проводят различные службы. Проводятся специализированные акции, республиканская акция, забота проводилась. С молодежью проводятся спортивные конкурсы, принимаются меры по вовлечению их в какие-то спортивные акции и мероприятия. Признание алкоголизма своей болезнью – это один из первых и однозначно важных шагов на пути избавления от нее. Это вывод всех специалистов-врачей. Сегодня ровно 8 лет, как наш респондент перестал употреблять горячительные напитки. Его жизнь наладилась. И это история со счастливым концом. Я радуюсь сегодняшнему будью, который у меня сейчас счастливый. И нет у меня сожалений по поводу тех лет, которых я провел в употреблении. Пьянство унижает человека, отнимает у него разум. Ведь найти ответ на проблему он не может помочь. А вот забыть вопрос – вполне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok